Когда немцы совсем подошли близко к Москве, берут добровольцев всех. Вошла и Зоя Космодемьянская. Обучение длится всего три дня. За три дня невозможно ничему научиться. Тогда все висело на ласке. Либо мы их, либо они нас. Как эта вот небольшая группа технически может спалить деревню целую? Советская печать очень хорошо понимала, что от нее требуется в данный момент. Не боюсь. Все выдержу. Где-то 50% моего материала сейчас не стоит в кино. Человеку, который смотрит фильм в 2020 году, его необходимо убеждать. Совершенно непонятно, зачем сегодня так показывать Сталина. Сталин передал знамя победы лично Путину. Нам кажется, что это подпадает под статью реабилитации нацизма. А какая сейчас война идет, Михаил Юрьевич? Я продолжаю заниматься английским вместе со Skyeng. Как вы уже поняли, в сегодняшнем выпуске мы говорим про события, случившиеся в прошлом, которые пересказаны в наше время. И это хороший момент – вспомнить, как образуются времена в английском языке. А в конце я расскажу, как можно выиграть 16 бесплатных уроков в Skyeng. Погнали. Начнем с Past Simple – простое прошедшее время. Обычно на него указывают слова типа «yesterday», «last month» или «in 1942». Утвердительные предложения образуются так. Подлежащее – глагол с окончанием на «ed». Неправильные глаголы нужно поставить во вторую форму. «Зоя Космодемьянская» was a Soviet partisan. «German soldiers took her prisoner». Отрицательные предложения образуются с помощью «did not» и глагола в начальной форме. «Many viewers did not like this film». Если нужно задать вопрос, то вопросительное слово и вспомогательный глагол «did» уходят на первое место. «Why did Зоя Космодемьянская become a symbol of heroism and patriotism?» Поиском ответа на этот вопрос, как вы поняли, мы сегодня и занимаемся. Остальные времена повторите самостоятельно в Skyeng. Кто-то, конечно, скажет, «Алексей, зачем рассказывать такие понятные вещи?» Это со школы все помнят. Ну, знаете, самые простые правила, они, как правило, быстрее всего забываются. А потом вы уверены, что ваш уровень английского не меняется? Потому что без практики на самом деле язык быстро уходит. Лучше перепроверять себя как можно чаще. У Skyeng как раз появился классный тест, причем с персональным подходом. Вначале нужно будет выбрать, для каких целей английский нужен именно вам. Путешествия или просмотр сериалов, или профессиональная деятельность. Каждый, кто пройдет этот тест и узнает свой актуальный уровень языка, получит подарки от Skyeng. Например, удобную памятку по временам английского. И еще много разных ништяков. Ну, а если вы захотите поделиться своими результатами в соцсетях, то станете участником розыгрыша курса из 16 бесплатных занятий в Skyeng. Но можно начать заниматься прямо сейчас. С промокодом «Пивоваров» вы получаете два урока в подарок при первой оплате и еще до трех, если оплатите занятия сразу после регистрации. Все ссылки, как всегда, оставляю в описании. Привет, друзья! Мы в Подмосковье, в деревне Петрищево. Здесь 29 ноября 1941-го принимает героическую мученическую смерть юная диверсантка, заброшенная в ближний немецкий тыл, чтобы выполнить приказ Сталина об уничтожении в этом тылу крестьянских домов для того, чтобы немцам было негде ночевать и негде согреваться. Вы и без меня, конечно, знаете, кто такая Зоя Космодемьянская. Причин, по которым мы решили сейчас сделать этот выпуск, две. Первая – это фильм «Зоя», который недавно вышел, широко обсуждается, который рассказывает о подвиге Зои. И, внимание, спойлер, еще одним важным положительным персонажем этого фильма является Иосиф Сталин. Этот фильм был снят по инициативе Российского военно-исторического общества и его главы Владимира Мединского. Вторая причина – это скандал, который возник вскоре после выхода фильма. Александр Невзоров фильм раскритиковал, сказал, что фильм провалился в прокате, а про саму Космодемьянскую сказал, что в том духе, что она фанатичкой была. И в ответ Российское военно-историческое общество обратилось в прокуратуру с призывом проверить, не являются ли слова Невзорова оправданием нацизма. В советское время Зоя Космодемьянская была персонажем довольно бесспорным. Она была частью пансиона героев Великой Отечественной, чьи имена все знали, учили с младшей школой и с которыми вырастали. Вот я, например, отлично все эти имена помню. Это и летчик-герой Гастелло, совершивший первый воздушный таран, и Александр Матросов, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота, пионеры-герои и многие другие. И вот в этом пансионе всегда была Зоя Космодемьянская. С тех пор, однако, ушло много времени, много чего изменилось. А в последние годы, как вы отлично знаете, Великая Отечественная стала в России темой практически религиозной. Поэтому не прозвучали удивительными слова Владимира Мединского. Он в связи с фильмом говорил о том, что Зоя Космодемьянская – это святая. Она святая. Такая же святая, как 28 героев-панфилосов. И поэтому нам показалось, что сейчас особенно важно поговорить не о религиозном измерении, а о человеческом измерении, человеческом разрезе этой истории. Потому что нам, мне лично кажется, что когда человек решает принести себя в жертву, отдать свою жизнь за Родину, это не идеологический поступок, нет. Это глубоко личное решение. Это глубоко личный поступок. Высказан Низорова, на наш взгляд, это Кощумский. Ведь что он заявил? Он заявил о том, что Зоя Космодемьянская никакая не героиня, выполняла преступный приказ и зажигала дома крестьян. Здесь и оскорбление, и оскорбительный тон, и нам кажется, что это подпадает под статью «Преабилитация нацизма». Вам кажется, что обращение в прокуратуру – это адекватный инструмент ведения исторической дискуссии? Здесь есть в законодательстве нашим закон о клевете, закон о реабилитации нацизма. Но я считаю, что его необходимо, безусловно, ужесточать в том плане, что если есть оскорбление ветерана Великой Отечественной войны, героев Отечества, то это тоже должно быть наказано и достаточно серьёзно. Она, конечно, была фанатичкой, несомненно, но в данном случае фанатичкой, я бы сказал, в таком героическом смысле слова, многие герои – фанатики, многие фанатики – герои. Её идея была защита Родины, конечно, она героиня, несомненно. Вот это музей Зои Космодемьянской, который здесь, в Петрищево, открыли ещё в 1956-м. Вот памятник Зои. Сейчас этот музей закрыт, там скоро будет школа разведчиков. Это такая детская организация будет, какая-то просто детская юношеская школа. Его закрыли, потому что напротив построили новый музей, открыли его в прошлом году, из-за ковида всё это было онлайн, но открывал губернатор Московской области и, разумеется, Владимир Мединский. Я Мединского звал в этот выпуск, разумеется, он сначала даже согласился, потом подумал и отказался. Ну, бог с ним, не хочет и не хочет. Тут в чём дело? Поскольку я в музеях, как в концепциях, не очень силён, и не считая, что правильно мне выносить какие-то оценки самому музею, я договорился со своим старым товарищем и коллегой Юлией Панкратовой. – Привет. – Привет. Мы с Юлей работали ещё в программе «Намедня» вместе. Юля – искусствовед. С тех пор стала. Высшее образование получила второе. Делает ютуб-канал «ОмайАрт». Вот на него ссылочка. Ведёт программы про культуру. Ну, короче, Юля всё понимает про музейные концепции. Я тебя сразу хотел спросить. Этот музей очень интересный. Делал та же команда, что и Ельцин-центр. – Да, Ельцин-центр – еврейский центр толерантности. Есть у них ещё теперь обсуждаемый новый заказ. Они делают музей Росатома. Но я хотела бы сказать, что это они делали экспозицию внутри. А мы сейчас смотрим на здание. Молодое бюро делает это здание. Вообще, это считается самым модным музеем Подмосковья. И я тут хотела похвалить сразу их. Потому что здание сделано… Я, когда первый раз приехала, была потрясена, насколько оно тактично вписано в саму местность. Была ещё какая-то история прошлой осенью, довольно комическая, когда один модный журнал написал, что здесь очень прикольно делать селфи. Да, там было даже написано… Их многие захитили. А какой селфи? На сессии в Инстаграм там было написано, что здесь круто делать. Но это правда так, на самом деле. Здесь делают действительно фотосессии, потому что когда здесь зелёный этот лук, правильно такие дорожки сделаны, то, конечно, здесь такой центр притяжения. А в центр притяжения приходят люди с телефонами и делают. Чтобы понимать, почему люди в годы Великой Отечественной войны приносили свои жизни в жертву, совершая подвиги, нужно иметь представление о том времени и о той стране, в которой они родились и выросли. Первый зал, в котором мы находимся, называется «Страна молодых». Согласно переписи населения 1939 года, Советский Союз на 63% состоял из молодёжи в возрасте до 29 лет. Вот эта молодёжь и строила новую страну, мечтая о личном счастье. Зал очень светлый. Страна молодых, страна строит труд, спорт, юность, кино. А про репрессии только один абзац на стене. Почему такая концепция? Здесь рассказывается обо всей стране. Этот зал не о репрессиях. Но смысл нашего зала в том, что молодёжь строила эту страну для себя и для своих будущих поколений. Новую совершенно счастливую страну. Вообще-то, понимаем, музей должен быть не об этом, в принципе, он должен быть о конкретных событиях. Но если там даётся какой-то взгляд на страну перед войной, то это, конечно, с точки зрения исторической, удивительно. Есть совершенно чудовищные идеи, что большой террор и, в частности, репрессии в армии были благотворны якобы для армии, что они убрали всех этих старых, неспособных и прочие деятели. На их место пришли молодые и прочие, которые выиграли войну. Но это же нонсенс полнейший. Что и все прислали Красную Армию, а стало ясно во время Финской войны. И просто готовились к войне, и в итоге оказались к ней не готовы. Это же невероятные, чудовищные потери 1941 года. Зои 17 лет, да, когда война начинается? Да, 17 лет. Ее 18 исполнилось в сентябре. С первых же дней Зои и Шуры Космодемьянские становятся активными участниками военных будней. Они дежурят на крышах домов во время немецких авианалётов, работают на заводе «Борец», где изготавливают мины и снаряды. «Москвичи и колхозники Московской области железной стеной укреплений лесными завалами преграждали врагу путь к столице». Значит, ноябрь 1941 года. Это оборонительный этап битвы за Москву. 15-16 ноября, среднее ноября, немцы предпринимают очередное наступление на Москву, уже совсем с ближних подступов. Для ясности, до Кремля, от тех точек, куда добрались немцы, скажем, до Химок, там было что-то около 30 километров до Кремля. Радо понимать, что немцы тоже были уже измотаны, у них уже были далеко, тоже называлось полком, на самом деле там было 2-3 роты в этом полку. Короче говоря, они ведут войну в условиях русской зимы. Какая неожиданность, в России бывает зима, да ещё к тому же холодная. А вы с 1936 года здесь? Да, в 85. Скоро будет. А как заходили немцы, помните ваши воспоминания? Ну конечно, всё попрятали, у меня мать всё зарыла в землю. Там полушубки, валенки, хлеб. Хлеб зарыла в ящики, в сундуки. И как вели себя немцы в Петрище? Нормально. Здесь ничего не было, никаких убийств у нас. Нормально. Вот в дни этой самой паники московской, когда немцы совсем подошли близко к Москве, и когда между Москвой и, собственно, немцами практически не было войск, там на скорую руку собирали. Кого только можно. В том числе это училище подольских курсантов, почти полностью погибшее и так далее. Вот. И тогда создаются ещё там три срочно дивизии народного ополчения, дивизии московских рабочих так называемые. И вот берут добровольцев всех. До этого, скажем, женщин вообще в принципе в армию не брали. Ну, брали тех, кто по специальности был нужен, медработников прежде всего. А так, в принципе, вот так называемая добровольная мобилизация женщин начинается только в марте 42-го года. Но вот в этих условиях берут всех, кто пришёл вот защищать Родину. Это в данном случае не то, что там высокие слова, это люди действительно шли защищать Родину. Вот Зоя Космодемьянская, она пришла в ряд Московских горком 31 октября. 31 октября 1941 года. Специальная комиссия отобрала 2000 человек, в состав которой вошла и Зоя Космодемьянская. В школе юных разведчиков диверсанты проходят краткосрочное обучение. Обучение длится всего три дня. За это время диверсанты должны научиться метко стрелять, бесшумно снимать часовых, минировать дороги, мосты и ориентироваться с помощью компаса по карте. Мы же понимаем, что за три дня научиться всему этому просто невозможно. Но ведь они уже к этому времени посещали. Вся молодёжь в то время Усавиахим посещала, где они сдавали нормы ГТО и по стрельбе, и по метанию, и так далее. То есть это для них было знакомое занятие. Ну, как снять часового за три дня? Вы же понимаете. Шумно. Но если серьёзно, мы же понимаем, что фактически они были смертниками. За три дня невозможно ничему научить. Диверсантов не учат. А их же предупреждали. Нет, я понимаю, что их предупреждали, но они были смертниками. Правильно? По большому счёту, да. Им говорили, 95% не вернётся. Они были патриотами. И вот в это время как раз выходит приказ за номером 04-28 от 17 ноября. Вот данный приказ предписывал уничтожать все населённые пункты, оккупированные фашистами. А именно сжигать с целью выгнать фашистов на улицу на мороз и оставить замерзать в поле. А 18 ноября Зоя Космодемьянская с другими бойцами получает задание сжечь в Подмосковье за 5-7 дней 10 населённых пунктов. Там же живут наши люди, да, в этих населённых пунктах. И что значит их сжечь? Это значит обречь людей на смерть по существу. Понятное дело, что если они избегнут огня, то они просто замёрзнут. Немцы там как-нибудь ещё найдут способы, а людям деваться вообще некуда. Тогда всё висело на волоске. Либо мы их, либо они нас. То есть страна находилась на грани пропасти. И речь шла, и тогда это знали, о выживании всего уже народа. То есть не просто отдельно Москвы, не просто москвичей, не просто крестьян подмосковных, а вообще всего населения. То есть это приказ критического момента, который необходим. Он морально оправдан? Я считаю, что да, конечно, он морально оправдан в той конкретной ситуации, которая тогда сложилась. По-другому быть не могло. Я считаю, что эти действия не были высокоэффективными. В ближнем тылу, при фронтовом тылу гибель партизан, гибель диверсионных подразделений не даёт такой эффективности, какой хотелось бы. С другой стороны, как историк, я понимаю ситуацию, в которой всё это делалось. Если мы посмотрим на состав этих групп, там в основном это 18-летние. И, собственно, в вооружении было эти вот бутылки с бензином, без пички. Ну, выдали там оружие. Конкретно у Зои Космодивянской был наган, который она так и не смогла пустить в ход. Так, и они должны были перейти линию фронта, собственно, подобраться к этим деревням и их сжечь. Что значит сжечь деревню? Вы представляете, да? Как эта вот небольшая группа технически может спалить деревню целую? Учитывая, что это всё-таки там стоят немцы, там есть какое-то охранение воинское. В той ситуации 10 деревень, конечно, это было невыполнимо. Но, с другой стороны, уничтожить те деревни, где конкретно находятся немцы, где конкретно их узлы связи, а в Петрищево был узел связи, где они квартируются, в частности полк там стоял немецкий, это было выполнимо. Вы, конечно, знаете, кто такой Илья Старинов. Это один из организаторов партизанского движения, кавалер ордена Ленина, после войны профессор высшей школы КГБ. Он говорил, что 428 приказ – это одна из крупнейших ошибок Сталина, потому что он это объяснял следующим образом. Он фактически толкал население на сотрудничество с немцами и создавал большие проблемы для партизанского движения. Конечно, Илья Старинов – это наш признанный авторитет, мэтр в партизанском диверсионном движении. Но, конечно, его оценки, они уже исходя из того, что произошло спустя какое-то время. Но в тот конкретный момент, то есть от середины ноября, по-другому как-то строить нашу оборонительную политику было фактически невозможно. Если мы сейчас не пойдем на крайние меры, нам этого не простят. Ничего не забудут и ничего не простят. Я понимаю, что вы не смотрели этого фильма, но там излагаются события так, что Сталин этот приказ уничтожать деревню в ближайшем тылу подписывает с тяжелым сердцем. Как вы думаете, Сталин, подписывая этот приказ, испытывал какие-то этические, моральные переживания? Есть ли, может быть, об этом какие-то свидетельства? Ну, это смешные разговоры. И это вообще, ну, я не знаю, какая-то дурная литературщина и прочее. Сталин что-то такой испытывающий. Нам что, неизвестно, что это был за человек? Кому-то, ну, пусть кто-то не очень понимает, что такое Сталин, но зайдет на сайт мемориала и посмотрит, есть, например, расстрельные списки, визированные там Сталином и так далее. И это тот человек, который что-то такое переживает? Судя по тому, что мы знаем о Сталине в 1930-е годы, как-то странно себе представить, чтобы он переживал за людей, которые находились на оккупированных территориях. Это при том, что во время войны те же самые люди на оккупированных территориях рассматривались как потенциальные коллаборационисты. Это всё, конечно, мне кажется, такое следование советскому канону, в котором Сталин показан, как мужественный вождь, заботится о своём народе, заботливый отец, такая патроналистская концепция власти. Вот в 17 мгновениях весны Сталин также показан в многих других советских фильмах. Понятно, что критика… Потому что мы показали Сталину прежде всего, наверное, поэтому и Сталина мы показали не в чёрном свете, в котором в последнее время привыкли его всё время показывать, а мы его показали как человек, принимающий решение, без расставления каких-то акцентов «Ой, какой он милый» или «Ой, какой он гад». Исторический факт вошёл в этот фильм. Ваша коллега, руководитель департамента информационной политики РВО Надежда Усманова сказала, что в фильме нет выдумки, если говорить об исторических фактах. В основном да, я согласен с этим. В таком случае не могу вас не спросить про кадры, где Сталин лично приезжает провожать группу Зои Космодемьянской на фронт. Естественно. Конечно, есть основная канва её подвига, но это фильм художественный. Я сейчас не берусь оценивать художественные. Я говорю о том, что где основные документальные события, связанные с подвигом Зоя, с частью, они, конечно, верны. Но это любой художественный фильм. Там, если посмотрим, даже озеровские фильмы, «Освобождение» или «Семнадцать мгновений весны», есть документальность, как работала наша разведка, как наши воевали. А здесь есть художественный смысл. Его оценивают, конечно, прежде всего зрителям. Имелось в виду то, что мог Сталин так поступить? Знал ли он о Зои? Ну, наверное, конечно, нет. Но мог так поступить, если бы знал? Я думаю, что мог. Мне совершенно непонятно, зачем сегодня так показывать Сталина. Как раз наоборот, эту историю можно было бы переосмыслить как угодно постмодернистски. Превратить Сталина в Гитлера из «Бесславных ублюдков» Тарантино. Да, это, может быть, покорой было бы лично Владимира Мединского, но мне кажется, что об этом я переживаю меньше всего. Понятно, что, наверное, у нескольких режиссёров, которые долго монтировали, перемонтировали, переснимали этот фильм в угоду заказчикам, разное было видение этого Сталина. В итоге они пересняли его довольно аккуратно, чтобы он просто был милый такой дядечка в усах. Тут несколько слов о процессе создания фильма «Зои». Он довольно любопытен. Всё началось ещё в 2016 году. Тогда РВО объявила конкурс на сценарий под рабочим названием «Страсти по Зое». Вот как наш выпуск он назывался. Название, как говорят, предложил лично Владимир Мединский. Не знаю, не проверял. Мединский от интервью отказался, напомню. Минпульт выделил, как сообщалось, на создание этого проекта 60 миллионов рублей. Этого оказалось мало. РВО на своём сайте открыло сбор пожертвований. Сообщалось, что собрали ещё 14,5 миллионов. Всего, как объясняют в РВО, на фильм потратили около 100 миллионов рублей. Снимать начали в 2018 году. И почти сразу поменяли сценариста. В итоге им стал Андрей Назаров, он советник и председатель РВО. И дважды меняли режиссёра. Сначала сообщалось, что это будет знаменитый Егор Кончаловский, сын Андрея Кончаловского. Он даже по этому поводу давал интервью, но в последний момент они с РВО разошлись в чём-то, и Кончаловский отказался снимать фильм. Снимать фильм в итоге стал Леонид Пляскин, и он его снял. Но то, что получилось, не понравилось заказчикам, поэтому уже отснятый материал у Пляскина забрали и передали Максиму Бриусу. Он снял ту версию, которая идёт в кино, и интервью с Бриусом вы сегодня уже видели. А Пляскину сказали в итоге спасибо, и в титрах он обозначен как режиссёр съёмок в Беларуси. На территории Беларуси снимали Петрищева. До Владимира Убединского у меня знакомства не произошло, но плотная работа была с Андреем Назаровым. Поначалу он очень держался за старую версию сценария и говорил о том, что эта версия придумана действительно чуть ли не самим Владимиром Мединским. Я подумал, ну как может быть такой, если такой занятой человек ещё пишет сценарий. Мне не нравилась концепция, и я пытался её продавливать свою. И в итоге мы нашли ход решения, и Назаров, и Рвио подписали у меня этот сценарий. Что вам не понравилось? Что вы поменяли в том сценарии, который вы получили? Мне категорически не нравилась личность Сталина, которая там была. Это, кстати, были одни из первых таких камней преткновения, за которые мы долго бились. Вашей версии Сталина вообще не было? Ну, он был. Концептуально он был, правда, другой. И это единственное, на что я готов был пойти, как оставить Сталина в этой истории, потому что Рвио очень хотела. Это то, что в момент избиения пыток Зой она видит во сне некий силуэт и слышит реальный голос Сталина, который записан в Госрадиофильмофонде. Партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилуспособный уничтожить разбойничею горды немецких захватчиков. Он представлял своей и как некая личность, которая загубила ее и весь отряд, с которыми она пошла в бой. Все, так сказать, полтора-ста миллионов или сто семьдесят миллионов советских людей они были продуктами репрессивной системы, потому что они были советские люди. Но, тем не менее, лишать поведения советских людей героического, героические составляющие нельзя. В итоге к этой деревне вышли три человека. Борис Крайнов, руководитель группы, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская. И вот они сожгли три дома. За это заплатила жизнью Зоя Космодемьянская. Василий Клубков был схвачен немцами, был в плену, потом бежал, пришел к своим, но и через какое-то время признался, что он предатель. Никакими объективными данными это не подтверждается. В фильме тоже приводится эта версия, что он был завербован Абвером немецкой, разведкой и заброшен обратно в советские части, и его только в 1942 году разоблачили. Есть ли какие-то документы, которые подтверждают, что он сотрудничал с немцами? Можем ли мы доверять этой версии? Нет, никаких документов нет. Я уверен, если нет документов, если речь идет только о собственном признании, то это, скорее всего, творчество сотрудников НКВД, которые его допрашивали, сотрудников особого отдела и так далее. Во-первых, что очень важно, он там заодно признается, что он выдал Зою Космодемьянскую. Но мы совершенно точно знаем, что он Зою Космодемьянскую никак не выдавал. Ни один из свидетелей не вспоминает никакого парня, никакого Клубкова. Дело в том, что многих немецких документов нет. Тоже работая в архивах, часть из них попала к нам потом, часть из них попала к американцам, то, что касается разведки. Часть просто была уничтожена. Скажем так, большая часть сегодня историков придерживается версии, это то, что Клубков пошёл на сотрудничество с немцами. И получил какой-то зарплату. Но не факт, что он выдал Зою? Здесь как раз есть сомнения. Но когда шло расследование, он чётко подтвердил то, что да, он выдал Зою. Но зачем тогда Главпуру или нашим особым отделом представлять Клубкова предателем? Ну, как зачем? Во-первых, обратите внимание, это просто дух эпохи. Вы думаете, что в 30-е годы вдруг выявляли врагов народа и предатели, а потом началась война, их перестали выявлять? Их выявляли ещё в больших масштабах. Выявляли очень часто в кавычках. Надо же как-то объяснить, среди прочего, в чём причина неудач. Вот есть предатели среди прочего. Мы знаем, что поимке Зои способствовал Семён Сверидов, сарай которого она пыталась поджечь. Сверид? Сосед мой. Что это было за мужик? Дед, они приехали накануне войны, приехали из Беларуси. Да, он с бабкой, теперь три дочки и сын. Вот. Ну, потом, когда наши-то уже пришли, его расстреляли с бабкой, а девок сослали. А сын-то воевал. Он пришёл, плечо срублено было, осколком. Вот его таскали. По допросам? Да. Зои схватили. Во время допроса Зоя держалась очень стойко, смело. Зачем ты пришла сюда? Чтобы уничтожить вас. Где находится твоя часть? И кто твой командир? На эти вопросы Зоя отвечала «Нет, не знаю, не скажу». И вот такое смелое поведение девушки приводит в ярость Рюдерера. Тогда он приказывает раздеть девушку догола и пороть. Две крестьянки пришли разбираться с Зоей Космодемьянской в ту хату, где её держали немцы. И одна ударила её варежками, так, а другая по одним данным облила её помоями, по другим бросила в неё горшок с помоями. Мы их убрали потом сразу. Когда нас с водителем сразу убрали их. То есть это быстро выяснилось? Просто быстро выкинули, выбрали их. Семёна этого, с семьёй вместе, и этих двух старух. Насколько я знаю из интервью исполнительницы главной роли, Анастасии Мишиной, там у вас в том числе была сцена избиения Зои крестьянками. Что подтверждено документами, это исторический факт. Да. И эту сцену убрали. Убрали. И не только эту сцену, много чего убрали. Я просто скажу в цифрах, где-то 50% моего, даже больше моего материала сейчас не стоит в кино. А как вам кажется, что двигало с Веридовым, крестьянином, который выдал Зою, как известно, и двумя крестьянскими женщинами, чьи дома сгорели, и которые пришли с ней сводить счёт? Они потеряли прежде всего веру. Раз. И они думали, что при немцах можно будет как-то жить. Может, они просто мстили за сгоревшие дома? Почему нет? Нет. Они просто мстили за сгоревшие дома. А это очень распространённая теория сейчас. Вот эти крестьянки, Зоя, она, собственно, преступница. Немцы-то они молодцы. Они же повесили кого? Говорится о том, что они повесили тех, кто ваше домашнее дело. Почему немцы сразу преступят? Немцы молодцы. Это же совсем одно из другого. Это одно и то же. Если говорить, это одно и то же. Раз немцы защищают наших крестьян, которые убивают, бьют Зою, которая сожгла их дома, вот пожалуйста. Вот вам и целая ступенька выстроится. В этом отношении здесь это предатели. И для меня вот другое. Все трое. В 10 часов 30 минут Зою Космодемьянскую с табличкой на Шейна, которой было написано на русском и немецком языке «Поджигатель домов» часовые вывели под руки на улицу. Утром, рано-рано, чуть-чуть свет. Немец стучит в окно. Все на казни, выходите. Это обязательно было? Обязательно. Обязалось, когда мать с ребенком с моим братом осталась, а мы все, две сестры, и мы с бабушкой были присутствовали. Вся деревня собралась, конечно. Что люди говорили? Молчатые? Все молчали. Никто ничего. Ее повесили 29-го, а сняли 10 января. Она бесила 6 недель. А запрещали немцы ее? Не подходил никто. Нельзя было. Насколько участь и судьба Зои Космодемьянской с такой трагической смертью была типична для диверсантов, которых забрасывали через линию фронта? Есть целый ряд аналогичных примеров диверсантов из той же ВЧ-9903, которые также были казнены, но при этом не стали подобными фигурами в народной памяти. Почему не стали? Именно потому, что про них не написали в центральной прессе. То есть не случился Пётр Лидов всё время? Да, не случился Пётр Лидов, конечно. Петру Лидову в январе 1942-го, 34 года. У него очень интересная биография. Погуглите, отдельная большая история. Он жил на Украине, воспитывался в приюте, был сиротой. И потом его усыновил известный химик Александр Лидов, который в 1919 году погиб от рук большевиков во время Красного террора. Пётр Лидов про историю девушки, которая погибла от рук немцев, приняла мученическую смерть, но ничего им не сказала, узнаёт в январе 1942-го совершенно случайно. Он вместе с действующей армией движется на запад, и где-то под Можайском ему рассказывают, что тут неподалёку приключилась такая история. И, видимо, у него сработал журналистский инстинкт. Он пешком, зимой проходит достаточно большое расстояние, приходит в Петрищево и проводит там то, что сейчас называется журналистским расследованием. Он опрашивает людей, ищет свидетелей, устанавливает все обстоятельства, находит могилу Тани, потому что девушка, мы помним, назвалась Таней. А почему она назвалась Таней? Одной из самых любимых героинь Зои Космодемьянской была Татьяна Саламаха из очерка Аргутинской, о которой Зоя узнала ещё в возрасте 14 лет. Это кубанская учительница, которая в годы Гражданской войны была замучена белогвардейцами. И 26 января 1942 года Лидов публикует в «Правде» вот этот теперь уже знаменитый очерк Таня. Скорее всего, к тому моменту уже принято решение, что это будет большая пропагандистская история. Потому что, например, фотография, которая здесь, как видите, мы её блюрим, потому что она даже по меркам современного Ютуба слишком жестокая, там обнажённое, нестерзанное женское тело. Чтобы такую фотографию опубликовали в советской газете, на это нужна санкция с самого верха. Полагаю, что лично от Сталина. И ещё одно свидетельство того, что это не просто заметка. На следующий день статья под названием «Мы не забудем тебя, Таня» с изложением тех же самых событий, тоже с жесткими фотографиями погибшей девушки публикуется в «Комсомольской правде». Её пишет Сергей Любимов. В истории останется только статья Лидова, потому что Любимов написал это очень патетически, очень казённым языком, в то время как Лидов опубликовал репортаж с места событий. Он там был, он это видел, он пропустил это всё через себя. Лидов погибнет в 1944 году. Тоже на журналистском задании он освещал, как живут американские лётчики на аэродроме под Полтавой. Туда после бомбёжек Германии приземлялись летающие крепости. Была такая большая история. Там был немецкий налёт, и Лидов там погиб. Он успел, однако, записать воспоминания свои, и в советские времена по ним был даже поставлен телеспектакль. И про Петрищева там тоже есть фрагмент. Ни одна из моих статей не давалась мне такой ценой. Я вместе с Зоей вновь прошёл её последний путь от избы Василия Кулика до места казни. Накинули петлю на шею девушки. Зоя произносит последние слова. Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье умереть за свой народ. Немецкий кованый сапог выбивает опору из-под ног Зои. А упоминает ли она Сталина в этой речи? Татьяна Юрьевна Григорьевна, упоминает она Сталина в этой речи? У Лидова другая речь, то есть другие слова выложены в устазу, что она говорит, Сталин придёт. И в недавнем фильме это воспроизведено. Разные варианты, да. Но вот в нашей экскурсии она говорит, да, разные. Откуда мы это знаем? Почему такие разночтения? Потому что все люди шли в бой за Родину, за Сталина. Это политруйки только так должны были говорить, а все остальные мальчишки, которые поднимались в бой и шли на немецкие пулемёты, они либо матерились, либо маму родную вспоминали. Какой там Сталин? Насчёт того, говорила ли Зоя Сталин придёт или не говорила, это тоже сложный вопрос. Скорее всего, это всё-таки вымысел Лидова. Ты в кино тоже она это говорит, да? Да. Сравните это с фильмом 1944 года, который вышел, где Веденицкая сыграла главную роль Зои. Она там про Сталина ничего не говорит, как ни странно. Хотя фильм снимался в 1944 году. Видимо, всё-таки в 1944-м популяризация образа Сталина с этой стороны в кино была всё-таки не совсем уместна. Я думаю, что подлинной целью всего героического кинематографа, который снимает военно-историческое общество, это реабилитировать Сталина. Санкцию на человеческий подвиг тоже как бы даёт государство. Без него санкцию на подвиг даёт высшее лицо. Так устроена идеологическая машина тоталитарного кино. Не боюсь. Всё, выдержу. Я только когда прочитал целиком статью Лидова, собственно, Таня, я понял, откуда образ Сталина в этом фильме на могиле Зои. Знаете, как эта статья заканчивается? Миллионы людей будут с любовью думать о далёкой заснеженной могилке, и Сталин мысленно придёт к надгробью своей верной дочери. И ровно это мы и видим в финале фильма. Ну да. И Лидов даже хотел поначалу назвать свой очерк за Сталина. И многие шли воевать с именем Сталина. Потому что Сталин в Москве. И Сталин как бы следит. Если бы Сталин уехал из Москвы, он покинул. Совсем по-другому складывалась бы ситуация. И Зоя, конечно же, знала об этом. Поэтому, конечно, для неё Сталин это был тот человек, который крепит вот эту всю оборону и такие люди появляются всегда. Снова Петрищева. Мы с фотокорреспондентом Сергеем Струнниковым прибыли сюда из Москвы вместе с комиссией Московского комитета ВЛКСМ. Решено вскрыть место захоронения партизанки, чтобы проводить её в последний путь с воинскими почестями. Мы стоим у разрытой могилы, Струнников фотографируют. Именно вот по этому же снимку Зою узнают её боевые товарищи. И уже в начале февраля здесь, в Петрищево, была создана специальная комиссия, в состав которой входили Любовь Тимофеевна и Александр Космодемьянский. Мать и брат. Зоя Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза. Зоя стала первой из 89 женщин, кто в годы Великой Отечественной войны получил это высокое звание. Просто надо сказать, что советская печать очень хорошо понимала, что от неё требуется в данный момент. Допустим, та же история о 28 панфиловцах. Она выходит практически в это же самое время. Это газета «Красная звезда». То есть такого рода история – это не исключение. То, что это всё санкционировало сверху, я думаю, да. То, что советское руководство очень хорошо понимало потенциал, мобилизационный потенциал этих историй – да. То, что это было необходимо в это время и все это прекрасно понимали – да. Если сравнивать историю Зои Космодемьянской посмертную и 28 героев-панфиловцев, в чём они похожи – понятно. Там тоже был журналист Кривицкий, который её описал, так же, как здесь был Лидов. В чём они не похожи, на Ваш взгляд? Ну, это принципиальнейшая разница. История панфиловцев выдумана от первого до последнего слова. Ну, кроме того, что это были реальные люди, которые, в общем, принимали участие в этих боях. Здесь есть, скажем так, неточности и передержки, но это совершенно реальная история. Так? Это не выдуманно. Это так в основном и было. Кстати, Кривицкого, она, в общем, фантазийная. Она фантазийная, потому что был подвиг панфиловской дивизии в целом. Был вообще подвиг советской армии, советского народа, добровольческих дивизий в 1941 году. Это был общий подвиг, но подвига 28-ми панфиловцев как таковых не было. Документы, которые я лично смотрел само по панфиловцам, потом расследование, которое проводил наш особый отдел НКВД, говорят о том, что 28 панфиловцев – это реальные люди. То есть они были, они числились. Там ведь оставались живые люди. Но ведь после войны вообще военная прокуратура установила, что это вообще было придумано Кривицким. И мы считаем, что вот это расследование, которое было тогда в 1942-м, тогда это СМЕРШ, ну, потом уже в 1943-м это отложилось в документах СМЕРШ, тогда особый отдел НКВД. Считаем, что оно правильное и верное. А то, что в 1946-м году написано, было уже по следам, необходимо было что-то. Вот здесь началась уже политика. И получается так, что мы лишаемся своих героев, которые основы. Ведь под любого героя можно любой стране подвести вот эту мину. Вот эта мина сегодня закладывается. Это не первый случай с Невзоровым, и до этого был Бильжо, который заявлял о том, что Зоя Ксмодемьянская, она болела шизофренией, она там стояла на подиуме, у ней был ступор, мутизм и так далее. То есть такую просто не нес грязь. В документах, собранных по Ксмодемьянской, есть справка, что она действительно лечилась в конце 1940-го года. У неё был инфекционный Мингит, и она лечилась в больнице имени Боткина. Никаких сведений о лечении её в больнице имени Кащенко не существует. Известно, что мать Зои Ксмодемьянской в повести о Зое Шуре, которая издана после войны, описывает, что у Зои были проблемы в отношениях с одноклассниками, и что она была замкнутым ребёнком, и что у неё даже было на этой почве некое нервное расстройство. Ну, никто. Наверное, так и было. Почему нет? Следует ли из этого, что были какие-то проблемы с психикой? Ну, я не вижу жёсткой связки между тем, что человек конфликтует с ровесниками и какими-то психологическими проблемами. Жили они небогато. Вот с платьем тоже связана очень интересная история. Любовь Тимофеевна воспитывала своих детей одна. Денег не хватало. Александр очень хорошо рисовал, поэтому он брал чертежи в институте, изготавливал чертежи для института. И поэтому ему платили за это деньги. Вот на сэкономленные деньги Александр купил отрез на платье Зои, из которого было пошито платье. Молодёжь того времени была такого направления. Я понимаю это своими советскими, простите, мозгами, потому что мы тоже были идеализированы слишком. Я знаю, как можно быть, собственно говоря, не заложником идеологии, а как чётко можно следовать. Верующим верить в это, понятно. Я, наверное, и не выросла из той идеологии, честно вам скажу, с тех пор. Всё остальное, всё, что было несистемно, оно не выбило мою ту идеологию. Зои и Саша Космодемьянских были отличные родители. Они всё с детства вдавали. И любовь к родине, что это такое. И отношение к товарищу. И то, что когда родина в опасности, её надо защищать. Опять же, насколько это связано с советской идеологией? То, что человек защищает свою родину от врага, это очень естественное. Это вообще во все века было. Во все века были герои, защищавшие родину от врага и совершавшие ради этого самопожертвование. Причём тут Сталин, я не могу понять. Почему в этом музее становление Зои Космодемьянской? Она воспитывалась как комсомолка? Да. Она воспитывалась как человек, который любит свою родину, который знает свою историю, который любит свою литературу? Да. Это тоже корни. И она стояла на этих двух ногах, если можно так, или на двух корнях. То есть это и советский патриотизм, советский школьник победил школьника из Гитлера и Льюген. Значит, у нас лучше идеология была, лучше пропаганда. Может, просто люди сражались за свою родину? И люди сражались за свою родину. И люди сражались. Но они верили, что их строй самый лучший. Скажите, а вам в жизни, вы потом же целую жизнь прожили, вам где-то доводилось? Может быть, вам что-то удалось проще получить? Или как-то… Потому что вы говорили, что вы… Матери, конечно, подарки. Вьетнамцы, корейцы, кого же только не было. Фиды, французы. Все-все были. А эти негры приезжали, да. Особенно, когда фестиваль был в 1957 году. Вот в это время. До и после. Сюда приезжали? Да. Она скотница была, дояркая мать на этой ферме. И все время как гид была она у меня. Понятно. Сейчас там гиды всякие. А тогда она одна была. Я слышал, вам недавно газ сюда провели. О, хотел сказать, да. А нас обходят. Провели, да. У кого денег много, те делают. А у нас откуда? А у вас нет газа до сих пор? Нету. И не обещают. Где же нам столько? Миллион брать там или сколько там? 700 тысяч, что ли? 700 тысяч, чтобы подвели к дому газа. Ну там оборудование, котлы там всякие. Нет. А вы так по-прежнему чем отапливаетесь? Эти баллоны. Баллоны. Ездим баллон в Дорхово заправлять. Вот газом пользуемся этим. Вот щепочками я сгрею и вот таплюсь вот этой. И то я говорю. Я им даже сказал, до Воробьева, был он тут два раза, но к нему не допускают мне говорить. А я там сказал, мне хоть не это, хотя бы полмашинки, хотя капку дров принесите, чтобы я не замерз. Это у вас Ленин? Да, тут и Ленин. Все ЦСКА ставили. А сейчас можно ладиться. Хочешь что-нибудь? А то с этой перестройкой только ломают, только ломают. Вы знаете, в советское время здесь все было. И магазин работал, и кафе работало, и снабжение было. Сейчас магазина нет. Ну, отношения властей как-то были другие, понимаете. Раньше тут паломничество было. К Зое, да? Зимой и летом, да. Каждый, кто оттуда возвращается, уже другой. Внутри другой. Когда он пошел? Он пошел, когда у нас пандемия. Когда там утренние сеансы ставят. Когда нормы достаточно строгие. Тем не менее, Карл Прокат говорит о том, что это ведущее место по зрительскому интересу. Ну, он максимально на пятое место поднимался. Ведущий из тех фильмов, которые из тех фильмов не голливудских, скажем, которых люди сегодня, но это понятно тоже, хотят что-то посмотреть, отдохнуть. Такие фильмы есть. Их разные качества, игровые и все такое, и фантастикой. Но этот фильм про очень серьезный период в нашей истории, который очень трудно смотреть. Зрителю, человеку, который смотрит фильм в 2020 году, его необходимо убеждать. Вот разница в чем между советским нарративом и нынешним. Хотя речь идет об нехотяже событиях. Да, там вот «Курская дуга», «Оборона Москвы», «Подвиг Зои Космодемьянской», «Подольские курсанты». Тема одна и та же, мы все это знаем. Но разница в том, что нас сегодня нужно убеждать в подлинности этих событий. А как нас в этом убедить? В случае с Зоей Космодемьянской мы знаем, что она фанатичный человек, который готов пожертвовать собой. Вот мне кажется, что отталкиваться нужно было от этого. От ее личного характера, от ее личных черт, от ее страстности, от ее фанатичности, если хотите. Кстати, что касается мотивации, авторы все-таки отклонились несколько от канонической версии, что Зоя умирает за родину за Сталина. Там есть эпизод, когда ее спрашивают перед казнью, за что она собирается умереть. Она отвечает ради мамы, чтобы спички не считала, когда кончится ради трамвайчика от Сокольников до Стрешнего, ради булочки ржаной, горячей прямо из печки. И вот за эту ради булочки многие уцепились, зацепились. И особенно такие хардкорные коммунисты очень ругались, что как этому Зоя погибает за булочку. Абсолютно живая мотивация, такая человеческая, просто выдергивает из контекста, знаете, как про булочку, и все начинают говорить про булочку. Да нет, это вопрос о том, что она хочет обычной, простой, светлой жизни. Вот об этом монолог. Почему при этом советское кино о войне, даже идеологическое, даже вот, например, «Они сражались за Родину» возьмём, очень схематичное, тоже выверенное патриотическое кино, почему в нём настолько больше такой жизненной правды, от которой перехватывает дыхание в некоторых словах? Это поразительный парадокс, Алексей. Удивительно, что вы об этом вспомнили. Считается, что и в 50-е, и в 60-е годы, и в 70-е, в том числе и в кинематографе оставалось достаточное количество людей с настоящим подлинным фронтовым опытом. Вы не можете предать главное событие вашей жизни. Вы не можете совсем соврать о нём. Вы не можете совсем его предать. И советская власть это понимала. Она понимала, что с этими людьми, с фронтовиками, с теми, кто прошёл войну, их нельзя совершенно лишить голоса, их нельзя совершенно лишить собственной памяти. Есть лейтенантская проза, так у нас есть лейтенантское кино великое, которое сделали фронтовики. Почему сейчас? Сейчас, потому что по мифу, который нигде не написан, нигде не произнесён, но тут так внедряется подспудно, как бы Сталин передал знамя победы лично Путину. Как персонификация мудрой власти? Как персонификация мудрой, сильной, антизападной власти. Посмотрите, то, что сегодня наши воины в Сирии совершают, или в других горячих точках, они ведь все знают о Зои Космодеменской. И равняются на её подвиг. И на подвиг Панфиловцев, и на подвиг Матросов, и на подвиг Гастелло, и тысячи-тысячи других. Но мы в Великую Отечественную войну смогли свою пропаганду построить так, что она победила немецкую. Сегодня мы создаём оружие, которое тоже способно всех победить. И ракеты, и подводные лодки. А пропаганда, на мой взгляд, это важнейший зародчик. То есть, по сути дела, это артиллерийская подготовка перед настоящей войной. Если мы проиграем здесь, то тогда, сколько бы у нас ракет не было, люди начнут втулую сдаваться. И всё, и война проиграна. А какая сейчас война идёт, Михаил Юрьевич? Кто-то говорит третья, кто-то говорит четвёртая война. Нет, я имею в виду, конечно, информационную войну. А кто враг сейчас, Михаил Юрьевич? Знаете, этот враг, который сегодня нам угрожает, мне кажется, это главное, это мы внутри себя сами. То есть, мы сами начинаем в чём-то сомневаться. Я не вижу никакого внутреннего врага. Арвила, наверное, видит. Я не вижу. И вроде войны у нас никакой нет. Ни внутренней, ни внешней. А в любом случае, от этого подвиг Зои, он не перестаёт быть подвигом. Вот что надо понимать. Всё равно произошло то, что произошло в 1941 году. У историков, в принципе, нет никаких вопросов к тому, что всё это было реально. Что Зоя была, что она умерла, что смерть она свою приняла мужественной и так далее, и так далее. Другое дело, что, ну да, если вы это используете как образ борьбы с внутренними врагами, ну, сначала покажите нам внутренних врагов. Американцы, там, в последние, там, скажем, 10 лет, они тоже делают фильмы о войне, о своих героях. Вот фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», например. Он снят с позиции отступающего бегущего солдата. Такое в советской патриотике невозможно себе представить. Мы снимаем фильм про 1941 год, о том, как рассказ солдата, который убегает от немецких истребителей, убегает вместе со своими товарищами, прячется в лесу. Почему Нолан снимает фильм с точки зрения окруженца? Потому что чем больше страданий выпадает на долю этого солдата, тем лучше мы понимаем, откуда у него берутся силы сражаться. А музей нравится вам? Тут лучше. Тут лучше? Конечно. Там все компактно было, все одинаково. Там столько мы сдали экспонатов всяких. Ё-о-о, что вы! После войны все же валялось кругом. Очень много оружия всякого. А сколько взрывалось? Сколько людей взрывалось, когда начали поля пахать уже? Сколько взрывалось людей? Мины, да? Да, кругом валяли. Мины, снаряды, да. У меня очень сложные чувства, потому что я думаю, не у меня одной, все, кто приедет сюда, потому что ты едешь на имя Зоя. И ты едешь в музей Зои Космодемьянской. А в итоге оказываешься... Если честно, у меня какое-то странное ощущение как-то гложет меня, что воспользовались и местом, и именем немножко. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что это во многом музей про идеологию получился. А мне кажется, что... Понимаешь, Зоя, вот она для меня, я тоже на ней рос, как я знаю, и ты. Да, да. Она для меня, она абсолютно герой. Она такая Жанна де Арк, которая совершает величайший подвиг, самопожертвование, отдает жизнь за Родину. Причем она поставлена в абсолютно бесчеловечные условия. С одной стороны, абсолютно жестокий враг, который не щадит, мучает и убивает. А с другой стороны, свои ставят её в такие обстоятельства, что она вынуждена погибать. Отдают приказ, который отправляет на верную гибель. И дальше мы утукаемся, понимаешь, мне кажется, в абсолютно не идеологическую проблему, а проблему личного выбора каждого. Встать и отдать жизнь за Родину или уклониться от этого выбора. И мне кажется, что идеология здесь вообще ни при чем. Это настолько личная история, настолько личный выбор, что вся... Ну и как раз этого личного здесь не хватает. Не хватает её, её вещей, которых, как мы уже поняли, ходили по музею, их больше. Это какой-то, знаешь, такой удивительный человеческий продукт. Она кристально чистая, честная абсолютно, с какими-то такими принципами, с которыми, я даже думаю, в то время людей не так было много. Вот, я тоже думаю, что на самом деле вот этот постулат, который здесь продвигается, что всё советское поколение, советский человек, он был таким. Да нет, там тоже было полно негодяев. И он, собственно, один из участников её группы предателем оказался. Да, негодяев, трусов, людей, которые думали там прежде всего о себе. Приспособленцев, в первую очередь. Я всё время думаю, ну, ноябрь. Ну, это же ноябрь всего лишь, 41-го года. Вообще ничего неизвестно. Ну, как бы враг под Москвой. На самом деле, что тут до Москвы осталось? Ничего. Они не знают, вот все эти люди, которые там совершают такие… Они вообще ничего не знают. Но они просто понимают, что надо встать и отдать жизнь. Да. И всё. Встают и отдают. Ну, конкретно Зое. И в этом их подвиг и есть. Это место казни. Место, где стояла виселица и где последние минуты Зои Космодемьянской были. Не странно, это очень искреннее место. Может быть, обелиск очень советский, но вот в основании обелиска там… По легенде остаток виселицы есть. И, конечно, вот это такой советский какой-то… Не знаю, меня здесь пробирается. Да. Несмотря на всю идеологию, несмотря на всё, на всё, всё равно она, конечно, великий подвиг совершила. В общем, вечная память. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА